Друзья, я сегодня читал Библию с семьёй, и очень интересные мысли появились. Я тему назвал «Самое главное условие для служения». Этот текст я читал не один раз, и каждый раз я его как-то, ну, вроде бы понимал, но в этот раз, мне кажется, я его больше смог понять. Итак, тема «Что же самое главное для служения?». Вот я вас хочу спросить, как вы думаете, что самое главное для служения? Кто-то скажет «Знание». Нужно знать. Если ты знаешь, тогда ты будешь правильно учить людей, ты будешь правильно наставлять. Кто-то скажет «Опыт». Если у тебя есть опыт, ты будешь правильно планировать. У тебя будет всё сложено, ты будешь хороший организатор. Но хочу вас уверить, что Библия так не учит. Библия учит, что знание надмевает. Люди, которые думают, что очень много знают, на самом деле не знают самого главного. Вот в этом и проблема. Слова Иисуса Христа. Помните, одна из последних бесед, которую он имел с апостолом Петром? Три вопроса. Кстати, три вопроса, и они одинаково звучат. Помните, какие, да? «Любишь ли ты меня?» Было три отречения, здесь три вопроса. Может быть, это как-то вместе связать. Но суть в другом. Я здесь увидел то, что именно после того, как Петр отвечал, что «Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Ответ Иисуса Христа был «Паси акциям моих, паси овец моих, паси овец моих». То есть ответом Иисус Христос дал служение. То есть ты имеешь право служить, когда ты любишь. Многие люди думают, что основным условием для служения является знание древнее еврейского языка. Это хорошо знать древнееврейский язык. Кто-то скажет «Древнегреческий язык». Очень хорошо знать все глаголы, все правильно говорить. Как эти слова звучат, это тоже очень хорошо. Но кто-то может сказать «Нужно знать пять поинтов, которые придумал Каргин». А кто-то скажет «Нет». Наоборот, Армений правильно сказал. Друзья, основание служения – это любовь. Ведь представьте себе человека, который очень умный, очень хороший, очень хорошо знает Писание, знает древнееврейский язык, но не любит. Скажите, как это выглядит в глазах Божьих? В Божьих глазах это просто как медь звенящая, которая громко, красиво звенит. Но пользы с этого ноль никакой. В семье, если муж, он такой, знаете, ученый, он все знает, но он не любит свою семью. Будет ли счастливая жена и дети? Нет. Если любишь, служи. Вы скажете, а как же полюбить Иисуса Христа? А здесь я хочу сказать следующее. Кому много прощено, тот много любит. Сам Иисус Христос это сказал. Женщина, которой Иисус Христос простил огромное количество грехов, эта женщина очень сильно полюбила Иисуса Христа. Для того, чтобы полюбить, нужно осознать свое положение. Если я осознал, что я грешник, помните, как Павел себе говорил, я последний из грешников. Вот это глубочайшее осознание греха дало глубочайшую мотивацию для любви и служения Иисуса Христа. Мы не можем просто так служить, потому что я выучился. Я выучился в хорошем колледже, христианском или еще каком-то. Я уже служу Богу. Меня хорошо научили. Кто-то говорит даже, нельзя рукополагать, если этот человек не выучился. Если бы так поступали в церквях христовых, церкви не было бы сейчас. Друзья, если человек не научился любить, нельзя, нельзя служить. Всякое служение без любви, оно не несет никакой пользы. Оно пустота, где бы это ни было, в семье или в церкви. Любишь ли ты Иисуса Христа? Люблю ли я Иисуса Христа? Этот вопрос, который я должен задавать себе, этот вопрос, который вы должны задавать себе, что является мотиватором моего служения? Похвалать людей, чтобы люди о мне хорошо говорили, думали, или похвалать Бога? Мое желание прославить Бога. Помните, кто не любит Господа Иисуса Христа, Павел говорит, анафема, маранафа, пусть будет отлучен, пусть будет... А мы думаем, служить можно? Служить можно и нужно, когда ты любишь Иисуса Христа. А любишь Иисуса Христа, когда осознал себя грешником, а Его спасителем, когда пришел и понимаешь, что все твое служение это не ты сам, это Его милость к тебе, о которой ты хочешь рассказать другим. Люби Иисуса, служи Ему, любя Его. Аминь.